Приветствую вас на канале Цвета Охота. Сегодня у нас воскресенье, новое поступление. Это то, которое должно было прийти к первому сентября. Слушайте, как оно и тютелька в тютельку. Это тоже, как и прошлое поступление с задержкой. То есть две недели в пути. Конечно, цветам сложно так в дороге долго находиться. Все равно они местами где-то подпревают, где-то листочки теряют. Кто-то хуже переносит. Вроде в целом неплохо, но как-то худенько. Хотелось бы попышнее, чтобы было. Это похоже на Chino Red. Это тоже в ту же сторону. Но этот больше к оранжевому. Оранж стар. Такой вот. А вот это прям красный-красный. Красивый такой цвет. Нежнее они прям совсем красные. А здесь все равно зеленец присутствует. Это радует. Здесь цветется обмонгол. А тут у нас типа Pink Valentin что-то. Всего 6 штук. Микс антуриумов в девятом горшочке. Думала на праздник. Думала, кто будет заходить, поздравить учителей и так далее. Вот. Ну, цветочки в большинстве своем заломанные. Опять же, к упаковке есть вопросы. Не все, конечно, есть нормальные. По какой-то же взять, не знаю, давайте крайний. Вот те, что посуше, они получше. Но корневая у них все хорошая, кстати. У всех, если мы возьмем... Вот тут они везде. Вот корни прям торчат. Прекрасные они. И по... Есть прям пышные красные. Сейчас посмотрим. Вот видите, красные. Они прям битком набиты горшки. Ну, корни хорошие. Надеюсь, что адаптация пройдет хорошо. Далее были у меня вопросы по Тиланси. Они вот... Фотографии покажу, как они лежали. Сейчас вроде чуть-чуть начали распрямляться. Может, придут в свой вид. Но они не погибли. Хотя бы в этом радует, что в этот раз никого погибших нет. К упаковке, конечно, вопросы. Дифенбахия Бертина. Здесь несколько точек роста. Это одна из белых Дифенбахи на Камилу. Не знаю. По мне так не похоже совсем. Что-то между... Ну, вот она не крупная. Получается по размерам, наверное, как Камила. Но расцветка как Саммер. Да, вот что-то такое. Плюс-минус. И лист у Саммер более круглый. А тут она такая более вытянутая. Есть Бьюти Квин. Кстати, я почему-то в прошлый раз ее не показала. Она прекрасная. Но она не с этой поставкой была. А с другого места. Так, есть хвойник. Взрослое растение покажу. Название при монтаже пропишу. Из орхидеи тоже взяла цветущее. Это у нас Беглиб. Беглиб получается цвет не белый, а не желтый. А какой-то кремовый что ли. И у него вот прям на губе такая... Смотри, как он переливается такой блестящий. На губе такая, как зубчик есть. Есть у него два ствола. И есть еще у нас спрятался дикий кот. Мне, наверное, полноценно его не показать. Есть еще второй ствол. В общем, корневую я вот так вот с краешку стоять покажу. Давайте все-таки, наверное, отдельно их составим. Чтобы они отдельно жили. Вот смотрите, какая корневая у Беглиб. Шикарная. Очень хороший. Вон он какой прекрасный. Еще и мультифлора. Так, давайте мы его поставим вот сюда между этим. А может быть тут есть. Влезет. О, вот еще, кстати, есть. Тоже вопросы к упаковке. Не знаю, правда, нет. Кажется, ароматный какой-то свежестью попахивает. Дятый горшок. В принципе, корневая хорошая. Все, но цветочки вон они какие помятые. Опять же, к упаковке вопросы. Тут с точки роста вот конкретно у этого цветы. Возможно, детки полезут сейчас. Вот, тут что-то уже видно. Или цветонос тут. Ну, в общем, очень обильное цветение. Не знаю, что за сорт. Там что-то было написано. При покупке я напишу. Вообще, цветочек беленький, небольшой. Внутри губка с крапушком. И с желтинкой такой. Может быть, кто знает. Сорт напишите. Будет очень интересно. Что-то тут у меня тут брала. После переезда орхидеи на реанимацию. Все, они так начали цвести друг за другом. Прям радуют. Так вообще. Так. И вот он получается. Корни-то, в принципе, хорошие. Воздушки есть. Цветонос. И, в общем-то, вот. Дикий кот. Так. Дальше. Это у нас папоротник. Кейнпап. Да что ты не встаешь. Тяжелый цветонос. Папоротников. Два микса. Получается. Даже как тут их. Они все в разнобой. Птерис. Это Адиантум. Это тоже Птерис. Тоже Птерисы. Варигатный Птерис. Это Блю Стар. Это тоже папоротник на А. Название. Найду название, пропишу. А это на С. Тоже название. Не вспомню сейчас. Давно уже таких не было. Пропишу при монтаже. Дальше. Это тоже Птерис. Варигатный, но немножко другой. Так, так, так. Все такие же похожие. Мы ждали сердечки. Но я надеялась, что будут сердечки. Да. Но, к сожалению, в этом миксе его не было. Сейчас начала закупаться от второго поставщика. Чуть-чуть по другим условиям. Много интересного. Ну, в цене прямо. Но я не знаю, как мне посчитают. То есть, там надо смотреть. Есть свои нюансы. И как оно на выходе будет, нужно уже будет посмотреть, когда они придут. И сейчас заранее я ничего говорить не буду. Могу только фотографии вот сейчас на видео при монтаже подобавлять. Что примерно будет. Выкупают не очень дорого. То есть, как бы цена-то очень хорошая. Как она будет по факту. Мне хотелось бы, конечно, остаться с той ценой, которая есть. А если будет цена подороже, конечно, это будет уже другой момент. Поэтому будем ждать. И надеяться, что наша цена будет привлекательной. И мы продолжим таким образом дальше закупаться. От основного поставщика. Это последняя партия. Они мне, конечно, сделали. Там небольшой возврат. Ну, грубо говоря, полпартии там я написала рекламацию. Да, на половину. В итоге они из этой половины одну треть только возврат сделали. Какие-то 30 евро. Ну, в общем, толку от этого нет. Я даже не знаю, что с этими сейчас деньгами делать. Снова закупаться там совсем не хочется. Но и вернуть по-другому я их не могу там. Поэтому вот. Давайте вкратце покажу, что у нас после вчерашней пересадки. вышло. В принципе, стоят. Даже без теплички. Я просто их поставила. Не закрывала. Ничего такого нет. С этой локазией так было понятно, что она скинет листву. Спатики стоят. Уши не опустили. Хамаламена вообще. Смотрите, как встал хорошо. Этот спатик тоже стоит. Не опустил. Оглашка. Мы тут свет оставляли с обеих сторон. Вечером здесь хорошо. Ну и папоротники, в общем-то, тоже неплохо себя чувствуют. Поливала со стимулом. Поэтому, в общем, вот. Бумс. Упала. Подписали по заказам. Санцочки. Этот стеллаж я тоже уже снимала. Показывала видео. Надеюсь, мы соберем, исправим точнее вот тот, который стоит у нас там. И сделаем уже, как задумано у нас, тоже в следующем видео. Может быть, покажу на следующей неделе. Но сначала на тайский санц отправить, да, садовый раздать. У кого есть пожелания по новой закупке по санцам, какие-то, может быть, хотелки есть, присылайте нам сообщения группы. Либо на WhatsApp, если у кого-то нет ВКонтакте. И можно будет уже собирать новую закупку. Это будет на конец сентября. Приезд, я думаю, где-то октябрь. Ну, может быть, до октября. Но тут получилось... То есть обычно, как получается, до первого числа следующего месяца. Где-то в 20-х числах вылетает. И к нам до первого числа следующего месяца. То есть закупка на месяц. Сейчас транспортные вышли по санцам чуть дороже. Потому что растений было меньше. И выросли некоторые показатели. Не критичные, конечно. Но в связи с тем, что растений немного, это пришлось разделить на все. Поэтому транспортные стали дороже. Ну, сейчас все дорожает. Чего уж куда тут... Чего говорить? Все везде дорого. Вот. На этом все. Всем спасибо большое, что остаетесь с нами. Дзен стараюсь подгружать. Кого нету на Дзене, добавляйтесь. Вдруг, если что с Ютубом случится, мы будем на Дзене с вами продолжать общаться. В плане видео буду туда продолжать добавлять. Тут пропустила одно видео. Сейчас не могу найти у себя его в телефоне. И загрузить получается не получится. Но там какая-то есть возможность, когда определенное количество подписчиков будет на Ютубе. То есть можно будет скачать. Поэтому посмотрим. Может быть, получится восстановить какие-то видео с Ютуба потом. Вдруг у меня подписчиков сразу раз и много станет. Ладно, все. Спасибо большое, что смотрите. Всем хороших начинаний в школе. Кто у кого идут дети в школу. У кого продолжают. У кого новый класс. Вот. Всем терпения родителям на новый учебный год. Это самое главное, наверное. Конечно, есть у кого дети сами занимаются. Сами везде все ходят. Я прям вообще завидую этим родителям. Но не в моем случае, к сожалению. Поэтому приходится работать с этим вопросом. Ладно, все. Разговорилась не в ту сторону. Ставим палец вверх. И пока-пока. Пока.